Я читаю пятую главу из третьей книги царств. И послал Хирам царь Тирский слуг свои к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать, — Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противников и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, — Сын Твой, которого я посажу вместо Тебя на престоле Твоем, Он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с Твоими рабами, и я буду давать Тебе плату за рабов Твоих, какую Ты назначишь. Ибо Ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал, — Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом. И послал Хирам к Соломону сказать, — Я выслушал то, зачем Ты посылал ко мне, и исполню все желания Твои о деревьях кедровых и о деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое Ты назначишь мне, и там сложу их, и Ты возьмешь. Но и Ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и двадцать коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хирану каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в тридцати тысячах человек, и посылал их на Ливан по десяти тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем, а Данирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах. Кроме трех тысяч трехсот начальников, поставленных Соломоном, над работают для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, гивлетяне, и приготовляли деревья и камни для строения дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова